Приветствую вас. Я думаю, что здесь сложность заключается в том, что вы действия своей мамы воспринимаете на свой счет, вам кажется, что она, ну, то, что она делает, она делает непосредственно для того, чтобы как-то насолить вам. Все, что она делает, она делает для того, чтобы как-то задеть и принять вас. Хотя на самом деле это не так, она действует и, соответственно, кричит и переживает по причине своих внутренних конфликтов, которые у неё есть, и к вам эти конфликты, скорее всего, не относятся. То, что вы говорите про разъединение, ну, на самом деле, я не думаю, что один такой случай вас разъединил. Я думаю, что вы уже давно разъединились, просто сохраняли видимость такого общения, вот, видимость такого взаимодействия, видимость, что у вас всё хорошо, вот, но стоило произойти какому-то конфликту или конфликту, и, в принципе, это сразу показывает, что не у вас, не у мамы, по сути, нет какого-либо запаса прочности, да, по отношению друг к другу. Мне не очень понятно, почему вы ждёте, что ваша мама извинится перед вами, если она, с одной стороны, никогда этого не делала. Вот, мне думается, что вы до сих пор считаете, что ваша мама, и, в частности, ваши родители, они вас недостаточно любят. То есть, есть ощущение, вот знаете, такой недолюбленности. Вот, есть ощущение, что родители относятся к вам плохо, и, соответственно, что с вами что-то не так, вот. Проблема здесь в том, отчасти, что вы не можете посмотреть на своих родителей, как, ну, на людей, да, как на личности. В частности, на свою маму, вы не можете посмотреть как на женщину, хотя она это является, она является таковой, она является человеком, она является личностью, она является женщиной. Вы не видите этого в ней, вы видите в ней только мать, и, соответственно, все ваши ожидания, они распространяются на, именно на маш, то есть, как на мать. Хотя, на самом деле, уже давным-давно пора посмотреть на своих родителей, как на людей. Не на мать, не как на только родителей, а на людей и все в том числе. И это позволит вам лучше ее понять, это позволит вам лучше прочувствовать, что это в ней происходит. Что касается чувства вины, то оно, это самое чувство вины, оно связано с тем, что когда-то в свое время вы не выразили протеста, когда вы не выразили агрессию для защиты себя, своих личных границ. Когда-то вы этого всего не выразили, к сожалению, и сейчас у вас за это вот чувство вины, оно имеет место быть. То есть, чувство вины, это такое вот инверсированное, да, инверсированное стремление защищаться, вот. Другое дело, что вы не привыкли этого делать, да, что у вас это стремление, это чувство, оно подавлено, вот. Что касается того, что вы чувствуете себя одинокой и брошенной, то здесь, с одной стороны, то, что вы действия своей мамы воспринимаете на свой счет, вот. А с другой стороны, вы, вероятно, слишком сильно концентрируетесь на семье вообще. То есть, вот, семья, семья, вероятно, для вас имеет чересчур важное и большое значение, и в меньшей степени имеет значение все остальное. Например, то, что, ну, то, что, например, касается вас, то, что, например, касается, ну, касается вашей собственной, к примеру, реализации, вот. И, соответственно, на это вам тоже необходимо обратить внимание, да. Вот, причина очевидна, что ваша мама накипела, нагорела, нагорела. Соответственно, очевидно, что ее действия, это результат ее неудовлетворенности какой-то. А ваши действия, это, ну, то, что вы стали кричать в ответ, это, по сути, вот, следствие обиды, опять же. Да, детских обид. А что такое обида? Обиды, суть ожидания. То есть, если человек обижается на что-то, значит, он ожидает, он ожидает какого-либо поведения, например, к себе, со стороны того, на кого обижает человек. Вот, и, соответственно, ответственность за обиды такой человек перекладывает на другого. В данном случае вы ответственность за свое благополучие, ответственность за свой комфорт перекладываете на маму. Вот, что, безусловно, вам на пользу ни в коем случае не идет и идти не может. Ну, просто потому что, да, просто потому что это перекладывание ответственности идет. Смотрите. Эээ, значит, мне трудно писать, я не оратор. Ну, оратор и написание текстов, это разные вещи, да, оратор это тот, кто говорит, а писать текстов совсем другого. Хотел выяснить, что со мной происходит. Смотрит ли так действовать детская психодрама? Да, детская психодрама так действовать может. Вот выяснить, что с вами происходит, написав один текст и получив один или несколько даже ответов. Вы не сможете, потому что это вопрос психотерапии. Я поругалась с матерью из-за своего сына. И необходимо выделить субъективные причины того, что вы поругались с матерью. То есть, это хорошо, что вы говорите «я» поругалась. Люди обычно говорят «мы». Мы поругались с мамой, мы поругались с мужем, мы поругались с парнем. То есть, люди пишут обычно «мы». Если вы говорите «я», это хорошо, что вы говорите «я», но вы не раскрываете причин, почему вы поругались с матерью. То есть, маму вы воспринимаете как равную себе, да? Но, какие основания у этого? Дальше. Ему 10 лет, он проводит каникулы у моих родителей. Ну, это вопрос, почему ребенок в 10 лет проводит каникулы у ваших родителей, а не где-то еще в более веселом месте. Ну, ладно. Он стал коблизничать из виды. То, то не хочет есть, то это. Опять же, у этого есть причина. Если вы сами говорите, что ребенок капризничает, то, ну, наверное, каприз – это способ привлечь внимание к собственной персоне. Значит, ребенку не хватает именно эмоционального взаимодействия. Как-то просто вышел из-за стола, мама на него заорала, а потом циканула, что они нервы портят. Ну, совершенно очевидно, что он своими действиями задел вашу маму. Из этого совершенно очевидно, что мама готовит, кормит его не для него, а для себя. Что сына это делает. Не чтобы ему было бы хорошо, а себе. Дальше. Я не сторонний кормочкой силы. Не хочет есть вкуснее. Я заступил за своего ребенка, просто не драматизировал ситуацию. Но все равно стал кричать на меня, что она так не может, что у нее характер такой, и что мы его этому научили. Непонятно, почему вы его научили, но в целом она права в том, что у нее и характер такой, права в том, что вы этому его научили. Это все правда. Другой вопрос. Что там плохого? В том, что у нее такой характер и в том, что вы научили ребенка чему-то. Я не выдержала и тоже стал кричать. Простите, а не выдержали вы чего? Она связала все к тому, что мы виноваты. Мы это все вокруг. И я, и мой отец, и мой сын, и мой муж, и наша родня, к которой мы едем в гости. Ну, это вот классическая история, когда человеку важно кого-то обвинить, да, и нести личную ответственность. Именно поэтому личную ответственность и вы не несете за себя. В итоге я ушла, хлопнув дверью, не попрощался. Это логично. Здесь все правильно. И вот уже неделю мы не общаемся. И что? Я звоню от сына, звоню сыну, но не могу позвонить матери. Я не думаю, что здесь подходит слово «не могу». Я думаю, здесь подходит слово «не хочу». В общем, «не хочу», «не могу». Можете, но не хотите. Я не знаю, что есть сказать. Извиниться, но я не считаю себя неправдой. Ну, начнем с того, что исходя из вашей истории, вы можете начать, вы можете не извиняться, просто вообще вести себя как ни в чем не бывало. Судя по истории вашей семьи и опыту, вы просто игнорируете проблемы и идете дальше. Действуя по принципу, перемелется мука будет. Поэтому я думаю, что совершенно очевидно, что мы будете позвонить и как ни в чем не бывало, начать о чем-то говорить. Потому что уже и ваша мама, скорее всего, остыла, и вы, по ее мнению, тоже должны были остыть. Вот. То есть не очень понятно, почему вы задумываетесь об изменениях, когда вся история вашей семьи, точнее, когда история вашей семьи – это история игнорирования проблем. Да и язык не поворачивается. Ну, вот это то, о чем я говорю. Да, бро, не хочу. То есть не могу. А, не хочу. Можете, но не хотите. Тут нужно быть честным с собой. Передо мной мама никогда не извинялась. Ни в детстве, ни сейчас, да и вообще ни перед кем. Ну, надо сказать, что извиняться вообще тяжело. То, что ваша мама перед вами не извинялась, на самом деле ничего не значит. Ну, как бы, это вы, а это мама. И почему вы говорите про маму, как бы сравниваете себя с ней. Да, вот почему вы сравниваете себя с своей мамой. Мама – это мама, а вы – это вы, и вы другой человек. Причем здесь, мам? Как бы, ну, логика здесь ваша, все в всем. Ну, если, к примеру, родители, там, не знаю, убивают людей, да, вот допустим, то и вы, следуя такой логике, тоже должны убивать людей. Ну, даже если не хотите этого делать. То есть, ладно, если хотите, еще понятно, но если вы не хотите убивать людей. А здесь у вас происходит, получается так, что мама не извиняется, не перед кем мама не извинялась никогда. Ну, вот. И, все. И причем, где слы, не очень понятно. Как не очень понятно то, что если мама не извинялась никогда, не перед кем, почему сейчас вы ждете, что она извинится. Странно. Дальше. Я не умею. Я, опять же, не думаю, что здесь вот это слово «умею», оно подходит. Извиняться умеют все. Вопрос в том, что кто-то считает это слабостью и застыдится этого, от того, что он называется гордостью. А есть те, кто нет. И вот вы считаете это слабостью. Вы считаете это слабостью то, что вы извините перед мамой. Ну, потому что она, наверное, считает это слабостью и вы считаете это слабостью тоже. Потому как перед сыном вы извиняетесь, все нормально у вас. То есть извиняться вы умеете. Тут опять вот противоречие такое есть. В детстве все конфликты решались сами с собой. Все молчали, дули, со временем начинали разговаривать. Ну, во-первых, мне не очень понятно, зачем вот в такую обстановку вы допускаете своего сына. В обстановку, где конфликты все решаются сами с собой и все друг на друга дуются. Зачем сыну находиться вот в такой обстановке мне не очень понятно. Вот. Во-вторых, конфликты сами с собой не решаются. Они просто остаются, они не разрешены. Если люди начинают разговаривать, это не значит, что конфликт разрешен. Это значит, что он заморозен. Но он может разморозиться в любой момент. Так что здесь вот не нужно. Ну, тяшет себя иллюзиями определенными. Дальше. Сейчас мы живем не вместе, мы не видимся каждый день, у нас нет общих дел, у нас нет специального повода сообщения, чтобы начать разговаривать нельзя читать. Уже неделя я ждусь, она сама позвонит и извинится, она не звонит. Ну, вот если вы противоречитесь себе, говоря о том, что она никогда не извинялась, чего вы решили, что она сейчас будет извинять, мне не очень понятно. Это первое. Второе, что вам даст извинения? Извинения. То есть, почему вы хотите, чтобы она извинилась, вам это зачем? Я не понимаю этого молчания с ее стороны. Странно, а когда вы молчали в своей семье, было более понятно? То есть, тогда было понятно, сейчас нет. Дальше. Она мать? Ей на меня пофиг и на наши отношения тоже. Нет, ей не пофиг, но ваша ошибка в том, что вы видите в ней только мать. Она не только мать, она еще и человек, она еще и личность, она еще и женщина. И вот эти вещи вы забываете. Вы смотрите на нее по-прежнему, как ребенок нашего родителя. То есть, иными словами, вы не подразделили. Иными словами, вы личностно не зрелые. Ну, вам здесь можно порекомендовать только личность на род. Через работу, опять же, с психологом. Так, мне кажется, она переживает, может даже не обвиняет меня в ссоре. Да, конечно, переживает и конечно обвиняет вас в ссоре. Да, это правда. Хотя, ссор опустяш. Что происходит? Почему один эпизод так нас разъединил? Ну, я сказал уже, что он делал здесь не в одном эпизоде, в том, что вы уже давно разъединились. Просто этот эпизод, он как бы вскрыл все проблемы, что были у вас и у нее. Потому что она начала кричать на вас за обвинение всех вас. Да, то есть, всех вот вас. Что говорит о том, что ей что-то не нравится, мне накопило. А вы начали кричать на нее, это говорит о том, что у вас тоже что-то накопило. Поэтому разъединение уже давным-давно произошло. Я всегда первомерюсь со своим сыном, если он не прав. Просто потому, что я старший мудрый, и он для меня важен. Я хочу увидеть, что эта слайма-три важна тоже. Ну, во-первых, извиняться перед сыном, даже если он не прав, это очень странное решение. Вы подкрепляете таким образом его не очень полезное для него самого поведение. И это ни разу, ни разу не мудрость, это ни разу не на пользу ему. Вот. А вы ломаете себя и переступаетесь через себя, унижаетесь перед ним. Потому что извиняться за то, в чем вы не считаете себя неправы, это унижение. Унижаться перед сыном, ну, значит, давать ему гадбланч на то, чтобы не уважать вас, соответственно. Это первое. Второе. Вы хотите видеть, что вы важнее для своей матери. А почему вы хотите видеть, что вы важнее для кого-то? Это означает, что вы сами своей собственной важности не осознаете. А это уже вопрос вашей удовлетворенности и вопрос вашей реализованности. Такое ощущение, что вы пытаетесь доказать своей маме таким вот способом, что вы значимы для нее. Ну, это опять же говорит о вашей неуверенности. Об отрицании чего-то в самой себе. Еще дело в том, что я чувствую непонятное что. Одиночество, отключение, что меня бросило. Ну, с одной стороны, это то, что вы на свой счет принимаете. С другой стороны, это непринятая себя. То есть вам некомфортно, вот, наедине с собой. Мне неспокойно. Я не могу страдать сейчас на делах. Я зависла в этом состоянии. Меня продлезает все. Почему? Что со мной не так? Обида на маму и повторение вот той самой истории, когда вас оставили одну. В детстве меня воспитывали родительский год, потом оставили бабушки в глухой деревне, где не было друзей, общения. Я была всегда одна. До шести лет я чувствовал одиночество, тоскую, что меня бросили. Ну, вот, собственно, да. До шести лет вы чувствовали себя так. Я думаю, что с тех пор ничего не изменилось. То есть вот это вот восприятие того, что сделали в отношении вас родители, и восприятие на свой счет этого, отправляет вам жизнь. То есть вы считаете, что вы мне дожили себя какой-то не такой. Обратить во вины я уже сказал. Разобраться в себе, Виктория, только через психотерапию. Потому что один ответ, один вопрос не решит вашу проблему, в которой вы находитесь достаточно долгое время. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.